Грамоты и подарки нашли своих обладателей. Фокина определили самых орудированных учащихся начальных классов. На торжественной церемонии награждения, которая прошла в администрации, назвали имена победителей городской школьной олимпиады. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Нарядные, красивые и самые умные собрались в одном зале на торжественной церемонии награждения. 25 марта, в дни школьных каникул, когда большинство детей отдыхали, 126 юных жителей городского округа приняли участие в городской школьной олимпиаде. Попробовать свои силы смогли 42 первоклассники и 84 второклассника. Проверялись общие знания у учащихся первых классов, второклассники же решали задания по русскому языку, математике и литературному чтению. Эти ребята учатся по федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения. То есть к ним уже предъявляются более высокие требования. Для них проводятся и предопределены уже другие программы. С успешной победой участников олимпиады поздравили представители управления образования и администрации. Заместитель председателя думы городского округа Александр Баранов отметил, что успехи ребят – это большой подарок не только их родным и близким, но и всему городу. И пожелал успехов в дальнейшей учебе. Большое спасибо родителям, которые болеют за своих детишек. Стараются, чтобы они как можно лучше учились, активно участвовали во всех мероприятиях школьных наших городских. Потому что вот начиная вот сейчас в первом, втором классе вовлекаться в общественную жизнь, как скажем, в школу, то потом они становятся активными гражданами. Поэтому большое спасибо детишкам, особая благодарность. Такая олимпиада проводится в нашем округе второй год. Из 126 школьников, которые принимали участие в ней, жюри выявило 20 победителей. Выбрать самых достойных было, конечно же, нелегко. Жюри было очень порой трудно выявить, кто же будет лучше, потому что ребята ровно шли. Даже несмотря на то, что количество баллов было одинаково, и была возможность у детей показать свои все-таки креативные способности, творческий подход к решению той или иного задания, все равно жюри было в затруднении. А это говорит о том, что детей в нашем городском округе уже гораздо много талантливых. Мы от них ждем дальнейших успехов. Сами ребята рады своим успехам. Однако на достигнутом останавливаться не собираются. Покорять вершины пьедесталов почета теперь для них девиз – треда всей их дальнейшей жизни. Десять заданий я сначала там читала, потом думала и писала. Я люблю русский язык. Мне нравится там писать и задания читать, и потом выполнять их. До Олимпиады я занималась в школе на математике. Сама себе выдумывала примеры на переменах, но решала их. Я просто дома очень люблю решать задачки. И у меня хорошо это получается. А ты сама решаешь? Тебе родители не помогают? Ну, иногда помогают, но чаще всего я решаю их сама, и мама потом их проверяет. Просто мне нравится математика, и как-то мне легко она дается. И как-то так получилось. А в дальнейшем ты бы хотел связать свою жизнь, может быть, с математикой или с какими-то науками точными? Ну да, хотел бы. А кем ты хочешь быть? Ну, хотел стать космонавтом, а теперь как-то на архитектора. Общие заслуги преподавателей, забота и внимание со стороны родителей, привели к победе этих совсем еще юных мальчишек и девчонок. Папа и мама уверены, это не последние успехи их чад. Они подчеркнули, что эти дети – гордость сегодняшнего дня и надежда будущего. День моего ребенка расписан, получается, поминутно, потому что у нас школа искусств, у нас мягкая игрушка и, кроме того, у нас еще и английский язык. Но мы стараемся с ней и заниматься и математикой, и русским, и чтением. И по математике просто-напросто даешь побольше заданий ей на логику. То есть получается, что мы больше развиваем логику. Вы думаете, что это как бы лишает ребенка детства немножко, что она там, там, там? Ну, зато ребенок занят, он знает, к чему надо стремиться. То есть уже с самого первого класса, да, поминутно расписано время, да. Но нужна цель определенная. Если ребенок не будет, скажем так, занят чем-либо, то, соответственно, ребенок будет, скажем так, уличным. После всех поздравлений и пожеланий ребятам вручили грамоты и подарки. Честно заработанные энциклопедии, хрестоматии, словари, а также развивающие игры и наборы для творчества. В следующий раз попробовать свои силы учащиеся начальных классов смогут в коллективной интеллектуальной игре «Калейдоскоп», которая пройдет в городском округе в конце апреля. Продолжение следует...